Дорогие наши маленькие, взрослые и старенькие друзья, перед нами книга «Познавай Библию». Она рассчитана на 365 дней. Каждый день вы будете узнавать необыкновенную историю, которую Бог через слуг своих записал на страницах Библии. Божьих вам благословений! Иона в море Когда Иона рассказал всем на корабле, что он убегает от Господа, люди сильно испугались. «Что же ты наделал? Как нам поступить с тобой, чтобы море утихло?» – спросили они Иона. «Возьмите меня и бросьте в море», – сказал он. Тогда море утихнет. «Я знаю, что эта страшная буря обрушилась на вас из-за меня». Но люди не хотели бросать его в море и начали усиленно грести, чтобы добраться до берега. А море продолжало бушевать, и ветер не утихал. Тогда они стали молиться Господу и сказали, «Господи, не губи нас за то, что мы лишаем этого человека жизни». Они взяли Иону и бросили его в море. И случилось чудо. Буря стихла, и море успокоилось. При виде этого люди испытали великий страх. Они молились Богу и обещали, что отныне будут служить только Ему одному. Когда Иона упал в море, Бог послал большую рыбу, которая проглотила пророка. Три дня и три ночи Иона находился внутри этой рыбы. Теперь у него было много времени, чтобы все обдумать. Он каялся в том, что был непослушен Богу, и просил его о прощении. Бог в виде раскаяния Ионы повелел рыбе возвратить его на берег. И теперь, проводя столько времени внутри рыбы, Иона снова мог быть на суше. Когда море утихло? Как долго Иона находился внутри рыбы? Как Бог спас Иону? Субтитры создавал DimaTorzok Рromagnка Торзок Продолжение следует...